добрый день коллеги у нас еще пять минут или даже четыре минуты до начала вебинара и я хотела узнать кто все ли хорошо слышат и всем ли хорошо видно пожалуйста отметьте плюсиками ну вот отлично замечательно хорошо очень приятно у меня пишет что нестабильное подключение но мы понимаем что в эти дни нагрузка на интернет очень сильная поэтому иногда будет вырубать кого-то самый простой способ включиться это нажатие в 5 тогда вы перестартуетесь но у вас будет возможность получить запись поэтому я не думаю что если что-то и не получится так что-то сорвется то вы все равно в любом случае получите запись и давайте мы еще подождем все-таки тех кто не подключился а вот на телефоне что-то нажимать я не знаю я надеюсь ответит достан он мне сегодня будет помогать наш преподаватель а вот видите он вам ответил на телефоне выйдите снова зайдите спасибо большое достан вот и соответственно у нас еще с вами три минуты до начала и мы давайте пока подождем очень много участников я могу просто не успеть уследить за вопросами да поэтому значит если можно вопросы пишите какие то которые относятся к содержательной теме вот вверху есть такой значок со знаком вопроса и как если вы будут возникать какие то вопросы я к концу семинара отвечу так что советуют отключить камеру но как бы я боюсь ее отключать иначе вы не увидите наверное на презентации я боюсь но если у кого-то будет будут проблемы со связью да действительно можно отключить камеру и так значит у нас остается одна минута и мы не будем уже хорошо не буду отключать конечно значит и мы в принципе может у нас достаточно сегодня тяжелая тема как всякая в общем-то теоретическая тема но постараемся ее максимально упростить чтобы всем было понятно вот и так мы очень очень много слышали про джеймса хекмана и о том что вот благодаря ему было осознанно осознан приоритет дошкольного образования звучит это конечно очень красиво но к сожалению политики не проявляют той сознательности которые проявляем мы педагоги и я еще хотела сказать несколько слов вот на какую тему обычно наши семинары бесплатные они посвящаются той литературе которая может который издается мозаика синтез и может вам помочь в занятиях с детьми и и литература которой в общем достаточно сегодняшняя наша лекция будет посвящена книге которая как бы вот я даже не знаю существо присутствует ли в магазинах я надеюсь что на складе она есть но не не посвятить ей некоторое внимание мы не можем поскольку очень уж важный вопрос и так вот мы с вами видим и саму книгу и значит вы теперь можете визуально познакомиться с тем человеком который всегда всегда присутствует за кадром и соответственно вот а хотела обратить ваше внимание что книга здесь написано мгу но поскольку мы партнеры с мгу и издание этой книги тоже финансировалась мозаика синтез и инициировано было мозаика синтез именно потому что мы очень хорошо понимаем как какую важную тему затронул этот человек но мне кажется что мы не до конца осознаем его вклад ну и мудрено его осознать потому что даже в этой книге полностью фактически не представлены его наработки в той сфере которые очень часто цитируются и так джеймс хекман фактически в чем его вклад я не буду сейчас вам рассказывать его биографию потому что в конце страницы я сделала в конце нашей презентации есть отдельный файл в котором вкратце очерчена его биография но в принципе вы можете с ней познакомиться и беде хотя она очень укорочена и в других и в русскоязычной википедии и в англоязычной википедии так джеймс хекман он посвятил фактически свою профессиональную жизнь истоком основных из социальных и экономических проблем то есть это неравенство социальная мобильность дискриминация и что нам особенно важно это формирование навыков этапы формирования регулирования а также разработки оценки альтернативных стратегий для решения этих проблем то есть когда мы ссылаемся на хекмана мы эту часть его о навыках об изучении навыков о том что он специализировался на как советник в области политик самых различных политик и собственно мы на этом не сосредоточиваемся фактически он по профессии экономист но сегодня даже когда вот вы посмотрите список его работ вы обнаружите что фактически у него нет работ которую написал в одиночке в одиночку как в принципе сегодня очень мало ученых работающих в одиночку как правило ученые объединяются в большие группы для того чтобы вести исследования и это неудивительно потому что для того чтобы прийти к тем выводам с которыми я сегодня вас ознакомлю ему пришлось обратиться не только к экономике но и к психологии генетике эпидемиологии нейробиологии для изучения причин неравенства поиска ускорителей социальной мобильности связи между этапами жизненного цикла начиная с зачатия то есть фактически его труд это труд команды большой которую он собрал для того чтобы ответить на вопросы науки возникающие сегодня нобелевскую премию кстати сказать он получил в 2000 году за работу по микроэконометрии разнообразия и за создание надежной причинно-следственной модели для оценки государственной политики то есть мы видим что на самом деле если бы мы с вами искали источники педагогические в его работах то мы бы наверное их и не нашли но это на первый взгляд потому что по названиям как мы видим с педагогикой это вроде бы как мало связано но тем не менее когда в 2000 году он получил эту премию он уже около 30 лет занимался исследованием группы детей раннего возраста и об этом исследовании я вам тоже расскажу чуть попозже сейчас я хотела бы буквально в нескольких слайдах очертить проблематику почему мы стали перед такой проблемой обычно я очень люблю рассказывать о будущем о тех вызовах которые имеют современность и как это отражается на сегодняшней педагогике но сегодня наша тема немножечко другая и поэтому вот опять же еще буквально несколько слов сказав про Хекмана я немножечко потом сосредоточусь все-таки на современной ситуации что фактически когда он в семьдесят первое в семьдесят третьем году поступил работать в Чикагский университет он там создал центр экономики человеческого развития и вот в рамках этого центра он проводил исследования которые занимают которые привели к выводу его к выводу привели собственно говоря его команды с которыми он работал потому что он создал несколько работающих команд это что качественное развитие в раннем детстве в значительной степени влияет на здоровье и на экономические и социальные результаты как для отдельных людей так и для общества в целом мы сейчас все время говорим о том что образование радикально меняется более того сначала мы просто говорили а сегодня мы просто видим как под влиянием нашего нашей экологии под влиянием нашей неосторожности под влиянием непосредственно человеческого фактора мы все стали заложниками вируса и собственно понятно что выйдем из этого карантина мы все очень сильно измененные изменится и экология и экономика и наука и технология но надо сказать что они менялись и до вируса собственно я не просто не буду останавливаться на этих характеристиках как они изменились каждый из этого каждый из этого элемента требует отдельной многочасовой лекции и перейдем к тому что очень важно потому что например вот даже все вот эти как бы вызовы то что способствует изменению образование экологии технологии и политики и собственно экономика они вызывают так называемые разрывы в образовании и эти разрывы они связаны не с тем что мы часто обсуждаем а совершенно с другими элементами ну например мы не так часто говорим о том что существует разрыв между детьми из обеспеченных и необеспеченных семей хотя встречаемся с публикациями на эту тему мы не так часто еще реже говорим о том что существует разрыв между детьми из образованных семей и мало образованных семей но очень часто они ходят в одну и ту же школу мы практически почти не говорим на тему что у нас существуют разрывы между детьми русскоговорящими и нет и разрешение этих разрывов только вот сейчас когда мы столкнулись с вирусом заговорили о том что преодолевать этот разрыв нужно в детском саду а не в школе у нас все заточено на то что преодолевать разрывы мы начинаем в школе у нас существует колоссальный разрыв мы так к нему привыкли что даже не озвучиваем не озвучиваем его это территориальный разрыв поэтому в условиях территориального разрыва объединение кого-то с кем-то в комплексы просто становится смешным он допустим только в тех вариантах когда детский сад и школа находятся буквально в метровой в шаговом доступе друг от друга но территориальный разрыв он наносит колоссальный урон конечно образованию у нас существует цифровой разрыв мы с ним с вами сталкиваемся буквально сейчас потому что у кого-то сеть работает нормально у кого-то сеть работает плохо у кого-то есть современный айфон у кого-то это современного кто-то пользуется кнопочным и так далее мы очень много говорим о мигрантах но очень мало обсуждаем как разрыв между коренным населением и мигрантами сказывается на образовании и наконец между существует разрыв между здоровыми детьми и детьми с отклонениями это неплохо и нехорошо и вот тут мне пишут комментарии и совершенно справедливость что при планировании образовательного процесса невозможно упускать эти разрывы потому что каждый раз когда мы хотим сделать что-то хорошее мы как раз и упираемся в эти разрывы значит но если бы эти разрывы присутствовали только в системе образования эти образы мы же то же самое те же самые разрывы мы с ними сталкиваемся в науке но если бы мы с вами сейчас мы все были бы студентами и писали бы работу то для нас наверное самый болезненный разрыв это разрыв между новыми знаниями и этикой ну действительно понятно что нужно как бы как-то учить детей обращаться с техникой но насколько это этично если мы знаем что это вредно то есть причем доказано вредно не потому что мне тетка какая-то сказала и не потому что даже я прочла это в статье какого-то очень даже и уважаемого ученого а потому что это этот вред фактически выявлен множеством ученых на протяжении многих лет жизни изучение эти начались в семидесятые годы когда появились первые компьютеры в тех же соединенных штатах я имею ввиду персональные компьютеры более того значит между потоком научных открытий и научными традициями то есть недаром сейчас возникают вопросы о лженауке между интересами коммерческой и общественной науки в которую мы все время упираемся потому что коммерческая наука говорит что мне это выгодно я это делала и буду делать а общественная наука говорит а кто из нас выживет после того как вы это сделаете то есть можем ли мы клонировать динозавров этично ли это что будет с человечеством если мы начнем клонировать динозавров ну условно я взяла первый вот что называется сверху вот из головы взятый факт между потребностями развития науки и падением ее авторитета если вы сейчас посмотрите мультфильмы которые показывают про ученых это все время вздорные злобные людишки а если вы вспомните хотя бы старые мультфильмы советские да ученые были показаны как чудаки но в общем то чудаки которые делают дело то есть в принципе чудаки добрые в своем большинстве там тайна пятой планеты и так далее и так далее более того есть разрыв между неявными знаниями и официальной наукой но официальная наука это то о чем мы пишем а неявные знания это то что мы знаем даже не как бы не обсуждая этого есть разрыв между коммерческой организации науки и потребностями конкурентного развития государства то есть коммерческая наука хочет работает на успехи корпорации но мы с вами очень хорошо знаем даже корпорации далеко не все корпорации заинтересованы в конкурентном успешном развитии государства наконец существуют разрывы между информацией и знаниями потому что знания лежат в нашей базе и они хорошо структурированы информация она ежеминутно поступает плохо структурирована особенно в неструктурируемом поле интернета мы видим в науке тот же цифровой разрыв потому что очень многими сервисами ученые не могут воспользоваться просто хотя бы потому что не владеют многими цифровыми навыками ну и конечно в науке существует образовательный разрыв потому что ученые говорящие на английском языке и читающий и изучающий то что происходит приходит совсем к другим выводам чем ученый который значит у которого знания английского хватает только на то чтобы перевести свою мало кому нужную статью и пустить ее в просторы интернета потому что от него это требует как бы научный рост и та же самая зарплата то есть вот мы с вами обсудили два элемента которые нас касаются то есть разрывы в образовании и разрывы в науке и вот если мы с вами посмотрим то ровно такие же разрывы я даже их не стала писать существует и в экономике и в технологии и их нужно преодолевать так вот над этими разрывами задумались уже не то что не первый год только значит в двухтысячном году вот мы помните с вами когда говорили о разрывах в образовании то мы говорили о том что есть разрыв между значит детьми из обеспеченных и необеспеченных семей и в Великобритании департамент образования заказал исследование которое тянулось пять лет о том что каков вот урон от того что каковы различия реальные различия экономические по результатам между обеспеченными и необеспеченными детьми и оказалось что если мы оставляем все как вот есть сейчас не уравнивая не давая равных возможностей детям то получается что мы наносим урон ну в данном случае экономике Великобритании в 14 миллионов фунтов в год фунтов стерлингов имеется в виду то есть мы понимаем что сумма достаточно приличная для того чтобы народ Великобритании заволновался но еще раньше ученые и государственные деятели заволновались той же самой проблемой в США собственно то исследование Хекмана которое мы извините сейчас я отключу то исследование Хекмана на которое мы все сегодня опираемся хотя в точности не знаем на какое из его исследований мы опираемся поскольку он этой проблемой занялся аж в семидесятом году это оценка эффективности инвестиций в дошкольное образование сегодня это одна из самых влиятельных работ которые имеются которые изменили вообще картину дошкольного образования в мире но тем не менее когда она начиналась мы с вами посмотрим с чего она начиналась чуть позже никто еще не знал во что это исследование выльется в прошлом году ЮНИСЕФ вы знаете что ЮНИСЕФ это одно из подразделений ЮНЕСКО которое занимается молодежной политикой издало отчет который называется нечестное начало отчет посвящен как раз тому обеспеченности детскими садами детей в богатых странах и оказалось что там кстати тоже не все просто чуть-чуть попозже мы тоже об этом поговорим и наконец еще буквально в этом году представленная работа это дошкольное воспитание и потомки так называемое перепреску в США работу в которой тоже ведет Хекман то есть вот мы видим что фактически идет большая работа как самое отдаленное представление и не понимаем часто откуда та или иная ссылка у нас всплывает откуда тот или иной научный вывод делается и изучить этот вопрос очень сложно вот мы все все время говорим о том что вот игры это наше все вот мы будем только играть и это и идея она вызывает у кого-то одобрение у кого-то отрицание но она бы не вызывала ни одобрение ни отрицание просто была бы использована в практике ну вот комментарии о том что у нас были равные возможности и как бы сейчас у нас их нет нам нужно сейчас мы же сейчас выстраиваем с вами и свое образование и свое отношение к детям и то что мы принесем в группу поэтому я оперирую с теми и я не согласна что это уравнило в коэсерость если мы говорим о равных возможностях равные возможности все используют по-разному но я просто боюсь отойти в комментирование да поэтому не будем сейчас готовы на эту тему поговорить потом если у нас останется время у нас его не так много и так дошкольное воспитание потомки я уже сказала что это тоже исследование хекмана отвлеклась с игры так вот про игру когда мы говорим о том что замечательно и хорошо и надо дальше играть я с этим согласна мы забываем что те исследователи на которых ссылаются мы же не читаем их работы мы прочли одну цитату и начинаем как бы с этой цитаты бегать так вот оказывается за рубежом когда имеют ввиду игру то имеют ввиду и классификацию и прогулку на улице и игру в режимные моменты фактически все что мы многое из того что мы считаем занятиями в зарубежных детских садах считается игрой то есть нам нужно очень осторожно использовать зарубежный опыт но и отказываться мы от него тоже не можем и когда вот сейчас я немножечко отвлеклась но если мы с вами вернемся к тем же разрывам то обнаружилось и это не только обнаружилось не только благодаря трудам хекмана но благодаря очень многим исследованиям что путями преодоления всех этих разрывов которые являются основной задачей как говорят как утверждают международные институты это как раз преодоление разрывов на что должны быть направлены усилия всего международного сообщества но преодоление этих разрывов возможно только на уровне дошкольного образования и вот это самое интересное и самое важное что нам нужно хорошо понимать к сожалению несмотря на то что сейчас нет политика за рубежом который бы не рассуждал о дошкольном образовании потому что все же понимают важность его именно в силу преодоления в силу того чтобы страна становилась конкурентной то есть равной на рынке а лучше всего самый ведущий на рынке это дошкольное образование очень мало какие страны реально обеспечивают прорывное развитие дошкольного образования поэтому то что делают сегодня исследователи в том числе и Хекман это очень важно итак вот я вам говорила о том что расскажу о том проекте с чего он начинался вообще с чего исследование Хекмана начинались в 70-х годах это исследование детей в возрасте от нуля до пяти лет в Северной Каролине участниками были дети из малообеспеченных афроамериканских семей что им было предоставлено дети получали качественное обучение и уход в течение пяти лет то есть мы понимаем что сегодня фактически такое исследование при нашей организации науки невозможно в России поэтому нам приходится смотреть что делается за рубежом очень внимательно смотреть потому что пятилетние исследования это уже лонгитюдное исследование то есть длительное более того результаты и наблюдения не уверенно что вот Юлия Сергеевна пишет что мы не можем повлиять говорят как раз об обратном причем наблюдения за этими людьми продолжаются до сегодняшнего дня результаты фиксировались и но тогда когда эти люди достигли 35 летнего возраста то есть вы представляете наблюдения ведутся за человеком с момента рождения и до фактически до того как ему стукнет 35 лет ну и сейчас уже гораздо больше чтобы количественно оценить его достижения или изменения его развития или наоборот его отставания в образовании здравоохранения занятости коммуникативности значит дело вот в чем что собственно говоря вот тут тоже Елена Семеняченко или извините если я неправильно сделала ударение пишет что равные возможности это не следствие того что все будут одинаковые ну конечно не все будут одинаковые это понятно потому что уже даже не говорю о том что хотя бы черты характера у людей разные но это в данном случае рассматривались немножечко другие элементы и вы сейчас увидите какие элементы рассматривались вы увидите что между тем что говорит Хекман и как это воспринимаем мы не так много противоречий и так этот проект который Хекман начал в 1970-х годах когда он уже работал в Чикагском университете это так называемый беседарский проект ей богу не знаю почему он так называется но тем не менее и так что было проанализировано и каким выводом они пришли в результате то есть они начали с изучения программ и обратили внимание на то что высококачественные программы для детей из неблагополучных семей окупаются дело все в том что мы ведь дети из очень богатых семей имеют совсем другую систему образования и совсем посещают совсем другие детские сады чем дети из небогатых семей и поэтому фактически вот те детские сады которые водили детей из неблагополучных семей они как правило занимались сосредоточивались не на образовании а на уходе и присмотре более того значит следующий вывод который был сделан из того исследования качественное раннее обучение способствует постоянному повышению IQ и социально-эмоциональных навыков я здесь очень прошу не как бы не спорить по поводу IQ потому что во всем мире согласны что это не показатель и сегодня Хекман как раз занимается исследованием вот результатов IQ вот поэтому мы сейчас не будем на этом сосредоточиваться обеспечение здоровья раннего обучения и ухода с рождения обеспечивает 13 процентов окупаемости инвестиций на одного ребенка в год что значительно выше чем просто инвестирование только в дошкольные учреждения то есть он говорит о комплексе не о том чтобы откладывать только вот в развитие программ и среды в дошкольном учреждении о том что обязательно должны развиваться три составляющие это поддержка семьи поддержка здоровья детей и образовательные программы и эти доходы выше чем годовые значит вклад просто в дошкольные учреждения потому что программы начинаются раньше анализ затраты выгод включает в расчет пособий по болезням то есть как экономист он рассчитывал не прямые факторы да но рассчитывал очень много факторов которые обычно не учитываются ну например вот возьмем с вами ситуацию в советском союзе ну и сегодняшнюю ситуацию когда мы рассчитываем ВВП то есть что производит значит завод условно говоря то есть все что значит производит производящая экономика определяет наше развитие да и у нас получается в этой ситуации что образование это что дает образование для того чтобы этот завод произвел вот именно эти детали мы никогда не учитываем поэтому у нас получается что вроде как образование нищее но на самом деле там чуть ли не 60 процентов продукции завода обеспечивается качественным образованием работающих в нем работников но у нас в экономике это никогда не считалось что собственно говоря значит свидетельствует о неправильных расчетах и следующий вывод что качественный уход за детьми окупается помогая матерям вернуться к работе увеличить доход но на самом деле это чисто американская черта взять общеизвестный факт потом его посчитать значит вы вычислить формулу и значит вроде как мы получаем чисто американскую формулу но если бы мы проследили с вами как работала система дошкольного образования в мире начиная вот с первых детских садов мы с удивлением бы обнаружили что как только в стране обнаруживалась нехватка рабочих рук автоматически возрастало количество детских садов и наоборот это вот я ссылку здесь не делаю но как бы это общеизвестный факт так и так какой по мнению вот из исходя из этого эксперимента который длится семидесятого года по сегодняшний день значит какой вывод делал херкман сделал херкман потом о том какая должна быть образовательная политика она должна быть единой вот что называют опираться на четыре кита условно говоря да здоровье качество раннее обучение поддержка семьи то есть сокращение медицинских и образовательных услуг приводит к росту расходов на медицину в более позднем возрасте начиная с 35 лет исследования которые дают такие результаты на самом деле очень важны потому что фактически вот у нас по неволе идет сейчас сокращение в детских садах из медицинских услуг значит мы теперь видим чем это нам через какое-то время обернется низкокачественный уход негативно влияет на особенно на мужчин даже в полной семье то есть он отражается на здоровье мужчин на здоровье женщин тоже но в большей степени раннее обучение уход и присмотр за детьми без обучения огромная упущенная возможность это те же элементы которые собственно говоря были обнаружены группой хекмана и наконец обязательная поддержка семьи и на это был нацелен еще один его проект который нам не кажется как бы исключительным потому что у нас это уже было то есть все о чем я говорю у нас было и мы можем только говорить о том что было ли это так как надо или это было не так как надо значит теперь вот кто-то пишет что у меня в группе 33 ребенка моя знакомая педагог говорит о том что ее внук в краснодаре в краснодаре посещает детский сад в котором 75 детей в группе я как до сих пор вот представить это не могу то есть вот может быть оно и так но я просто даже это представить не могу вот но и что с этим делать тоже не понимаю но в данном случае у меня нет здесь на этом слайде я не привожу данные хекмана но когда он говорит о качестве он явно говорит мне о 35 детях в группе так что и фактически на основе вот этого своего проекта он пришел к так называемому уравнению хекмана что если вы инвестируете разрабатываете и поддерживаете ребенка и его семью в раннем возрасте то вы государство наверняка получает прибыль поэтому собственно говоря его девиз это инвестируете в образовательные развивающие ресурсы для неблагополучных семей воспитываете когнитивные социальные навыки у детей с рождения до 5 лет поддерживаете развитие с эффективным образованием до взрослой жизни и вы получите прибыль ну тут как бы тут трудно не согласиться какие еще идеи он собственно говоря озвучивает он ведет несколько очень больших проектов сегодня и вот у него есть такое исследование которое называется предоставление детям равных возможностей и вот в этом исследовании ему посвящены многие публикации говорится о том что случайность рождения является самым большим источником неравенства в современной Америке дети рожденные в невыгодном положении к тому времени когда они попадают в К1 К2 сейчас я поясню что это такое уже рискуют в будущем бросить получить раннюю подростковую беременность ввязаться в преступную группировку иметь работу с низкой заработной платой в течение жизни собственно говоря это плохо для всех кто родился в невыгодном положении плохо для американского общества в целом дело все в том что когда мы опираемся на американский опыт мы очень часто забываем что там другая система градации дело все в том что дошкольниками там называются как раз те кто посещают К1 К2 это по возрасту соответствует как раз старшие подготовительные группы но в К1 К2 это уже относится к школе к школе и значит до этого от нуля до трех это группа младенцев от трех до пяти это группа малышей и вот только с сегодняшнего момента они стали считать вот эту группу от трех до пяти нуждающиеся в дошкольном образовании то что у нас от нуля фактически до восьми это дошкольное образование у них только что называется от пяти до восьми раньше было дошкольным образованием всего учреждения до пяти лет потому что они обнаружили что к моменту то есть если вот они да еще в семье с низким доходом то фактически они приходят в К1 К2 не готовые к образованию вторая идея которую он сейчас отстаивает это идея что мы все сосредоточились на улучшении когнитивных навыков но для успеха в жизни требуется больше чем только ум и он считает что очень нужно повышать те мероприятия которые направлены на социальную политику что развитие вот социальных навыков у детей способствует параллельно и развитию когнитивных способностей но вот развитие уверенности и настойчивости это очень важно и собственно говоря это новый акцент в современном дошкольном образовании значит и соответственно поскольку нам необходимо развивать социальные навыки мы приходим к пониманию улучшения среды обитания то есть вот откуда где у нас скроются корни большого интереса к развитию образовательной среды и собственно говоря значит это еще одна его идея причем за каждой идеей стоит отдельный эксперимент и этот эксперимент который тянется годами значит далее добросовестность самоконтроль настойчивость и коммуникабельность оказывают гораздо большее влияние на то чтобы ребенок в будущем вырос взрослого у которого будут хорошие перспективы для получения работы то есть мы видим как все время все время проводится ниточка между воспитанием и экономикой воспитание и экономика тешнейшим образом связаны в сознании собственно говоря американских ученых и вот хотела еще познакомить вас с некоторыми исследованиями помните мы с вами говорили о медицине о том что с нуля до определенного возраста семьи должны иметь медицинскую поддержку и образовательная значит и популяризационная составляющая здорового образа жизни а вот мне очень нравится светлана поздяева пишет изучили бы советский опыт и не заморачивались а как вы думаете на каком опыте построены все американские программы дошкольного образования вот мне это очень интересно именно на этом опыте на советском только они были очень сильно упрощены потому что для работы с так называемыми цветными как тогда их назывались нужно было очень сильно упрощать советские программы потому что денег столько на низкооплачиваемых вернее малооплачиваемые семьи никто не выдавал сколько ну и сейчас не выдает к сожалению хотя ситуация меняется и так штат Мемфис Тенниси проект который ведет здесь Хекман он тоже тянется уже несколько лет и он связан фактически с тем что у нас называлось раньше патронажем когда с первых дней рождения ребенка а еще лучше всего и до рождения ребенка к семье прикрепляется врач который посещает раз в неделю эту семью и этот врач сопровождает эту семью до того как ребенку исполнится два года значит они имеют специальную подготовку эти так называемые патронажные врачи что обнаружилось когда стали изучать этих детей семьи которых посещал такой патронажный врач что к шести годам то есть четыре года через четыре года после того как они перестали то есть когда для них закончилась программа врачебная но исследования продолжали вестись продолжали вестись дети показали улучшение познавательных навыков у мальчиков и девочек а также улучшение социально-эмоциональных навыков и влияние на уровень образования мальчиков участвующих в этой программе продолжало расти и в 12 лет но я уже не говорю о том что более спокойны были матери то есть психическое состояние в семье было более спокойно потому что они себя чувствовали удобнее это исследование он всячески пропагандирует и оно как бы продолжается то есть результаты наблюдения они остаются второе исследование оно еще не закончилось началось оно еще до того как Хекман вообще поступил в университет оно началось в некой школе периску значит которая находится в штате Мичиган то есть тоже американская естественно и тоже она связана с афроамериканскими детьми с низкими доходами значит когда умер психолог который начал эти исследования Хекман продолжил эти исследования работая с теми так же людьми которых обследовали раньше что обнаружилось в результате этих обследований по сравнению с детьми не являющими тоже учащимися в этой школе но не являющимися участниками эксперимента дети из периску лучше закончили школу то есть они не были исключены из школы они с большей вероятностью получили работу не по найму а действительно работали по профессии их зарплата была стабильной их реже арестовывали значит и более того их показания состояния их здоровья которые кстати сказать проверялись в области в возрасте пятидесяти пяти лет то есть вы понимаете что ребенка обследовали от нуля до пятидесяти пяти лет они говорили они были здоровы у них отсутствовали такие заболевания как гипертония и ряд других сопутствующих заболеваний и более того их дети были здоровы и вот как бы этот проект это исследование которое в конце девятнадцатого года я как раз присутствовала на вебинаре Хекмана посвященном этому исследованию где он говорил о том что это исследование помимо вот этих очевидных то есть то что все проверяются фактически при большинстве исследований удалось вывести следующую формулу если ты хочешь чтобы твой внук был здоров отдай ребенка в детский сад я здесь тоже не говорила я на каком-то из предыдущих семинаров уже рассказывала какие условия должны быть в детском саду и понятно что в этом детском саду конечно все воспитатели должны иметь степени ниже бакалавра они должны иметь 10 детей в группе я понимаю что это вызовет сейчас возмущение конечно вот иначе не обеспечить качество образования и все очень тесно связано я понимаю что в этом случае всякие рассуждения об американской системе образования должны как бы вызывать раздражение но тем не менее мы не можем этого не учитывать и когда нам ставят американцев в пример их исследования ставят в пример мы с вами должны хорошо понимать что исследование проведенное на коленке в течение года исследования которые ведется 55 лет очень разные по качеству исследования исследования которые это не значит что мы с вами работаем хуже более того мы с вами научились работать хорошо в тех ужасных условиях в которых мы работаем но на самом деле здесь вот сказано что это не только американская система это европейская система дошколки Израиля я хочу сказать что к сожалению значит очень во многих случаях европейская система российская система и другие системы они переключились на американскую систему с этой значит системы к-1 и тире к-12 и системы жестких стандарт мы вот все думаем что стандарты это вот вообще существует наверное 100 лет со времен больше 100 лет со времен неандертальцев на самом деле только в 80-м году в Америке в 80-м начали вводиться стандарты и не за всех странах как раз против этих стандартов возражают потому что что делают стандарты они обеспечивают и они поддерживают развитие производящей экономики коллеги а мы с вами уже 20 лет живем в эпоху экономики знаний это совершенно другая экономика и значит далее сейчас тоже вот у него исследование есть вот и тоже я обращаю ваше внимание на то что мы говорим Хекман но не надо забывать что за Хекманом стоит колоссальная группа ученых эффективы построения рабочей силы Америки то есть не просто занимаются вопросом дошколки а занимаются тем кем будет работать и на какой работе будет работать тот человек который пришел в детский сад и так что выявила это исследование значит междисциплинарная экспертиза исследований в области экономики психологии развития и нейробиологии выявляет сильное влияние ранней на этапах формирования этих навыков у него есть ряд серьезных публикаций опять же не только у него он всегда работает с двумя с тремя соавторами второе в основе этих принципов лежат выводы о том что ранний опыт оказывает уникально мощное влияние на развитие когнитивных и социальных навыков а также на архитектуру мозга и нейрохимию и мы понимаем что при таком подходе мы с вами должны физиологию в педвузе изучать а лучше всего нейрофизиологию но мы ее не изучаем значит как развитие навыков так и созревание мозга является иерархическими процессами от которых зависят функции более высокого уровня способность к изменению основ развития человеческих навыков и нейронных схем наиболее высоко в начале жизни и уменьшается со временем вот какие выводы сделал Хекман в своих последних исследованиях кстати сказать ни один из этих экспериментов которых я вам говорила выше он не закончился и они продолжаются здесь я вам привела библиографию она конечно на английском языке но вот есть еще переведенная книга вот вверху у меня вот это вот ссылочка она работающая это не переведенная книга это его переведенная статья и значит вот последний слайд это его вот еще у меня есть в презентации расписание того какие есть где слайды то есть какие есть презентации список презентации здесь указан а сейчас я вернусь на чтобы просто у вас была эта ссылочка и посмотрю какие есть ко мне вопросы вопросов ко мне нет а вот здесь значит сейчас я посмотрю что-то я еще не прочла наверное из чатов вот вижу большое спасибо много очень спасибо за благодарность и за информацию я значит если нет вопросов вот у меня чуть-чуть пораньше закончилась презентация я буду рада если это вам поможет в вашей работе мы планируем мне очень бы хотелось сделать еще такой вебинар который бы посвящался обзору тех основных направлений в науке которые сегодня как бы ведутся в разных странах мира в области вот как раз дошкольного воспитания потому что ну везде каждый университет ведет какие-то свои исследования они университеты разных стран мира объединяются в большие группы которые ведут вот которые могут в состоянии справиться с такими 55-летними 60-летними исследованиями вот и которые только такие и дают как бы правильный ответ на наши на все вопросы вот когда реально наука она не дует практику она не навешивает практике ненужные неправильные стандарты значит она именно вот как раз ведет практику к улучшению жизни вот спасибо вам большое за интерес проявленный к теме вот и в любом случае если в процессе знакомства повторного с презентацией у вас возникнут вопросы вы пишите пожалуйста нам напады всего хорошего до свидания до свидания до свидания до свидания